Причем тут керема Куммера. Ну она особенно-то ни при чем, но она в какой-то степени развивает дальше вот эту линию, связанную с треугольником Паскаля, по-моему, 2 или с таблицей Серпинского. А именно, Куммер доказал вот какую интересную теорию. Я все-таки по старинности пишу геремиальные керценты, хотя вот у меня в напечатанной тексте они написаны по-современному, потому что современные программы, которые печатают математические формулы, в них уже неизбежно надо формулы набирать так, как все от принято. То есть вот так. Так вот, Куммер доказал вот какую замечательную теорию. Сейчас я напишу формулу, а потом объясню, что это значит. Формула вот такая. Это читается порядок С из Н по К по модулю Т. А теперь придется все это объяснять. Ну, во-первых, В это простой числой. В принципе, оно может быть равняться двойке. При П равном 2 плюс теорема Куммер представляет интерес. И более того, именно при П равном 2 она нам и нужна. Но поскольку теорема равна любому простому числу, то идет теорема любому простому числу. Дальше. Что такое порядок? По модулю В от какого-нибудь числа, скажем, А. Это такое число Н, что число Н, что число А будет делиться на В степени Н. Ну, поэтому это называется порядка. Порядок степени. Но при этом не будет делиться на больший порядок. То есть порядок числа А по модулю В это наибольший порядок, наибольший показатель степени, такой, что число А делится на эту степень. Ну, в частности, если этот показатель просто равен нулю, то это будет означать что? Что наше число на П вообще не делится. Если показатель равен единице, то он будет означать, что оно делится на П, но не делится на П в квадрате. Если показатель равен двойке, то оно делится на П в квадрате, но не делится на П в квадрате. Так вот, формула Куммера позволяет нам как раз и найти наибольший показатель степени, на который будет делиться минимальный коэффициент. В частности, если П равно двойке, эта формула нам позволит выяснить, какие из коэффициентов будут делиться на двойку, а какие нечетными. Но она может сделать и больше. Она может выяснить, какие коэффициенты делятся на двойку, то есть четные, но не делятся на четверку. Какие делятся на четверку, но не делятся на восьмерку и так далее. То есть она немножко углубляет ту информацию, которую мы можем получить, глядя на таблицу Паскали-сертизку. По этой таблице мы можем выяснить только, какие коэффициенты четные и какие нечетные. А вот может ли они там делиться на 4, 8 и так далее, из таблицы выяснить нельзя. А вот эта теорема позволяет это сделать. Но как? С помощью вот такой формы. А что такое nu v от n? Это вот что такое. Мы берем число n и записываем его в по яичной системе числений. Ну, в по яичной системе числений это означает, что мы находим его эти цифры. Ну, первая цифра, скажем, будет m0, следующая m1, ну какая-то последняя m каким-нибудь номером нуля. Мне вот этот номер не так важен, поэтому я его как-нибудь обозначу. Вот. Ну, конечно, предполагаю все это число отличное от нуля. Потому что если оно 0 и все следующие 0, следующие 0 здесь писать нам просто смысла никакого нет. Поэтому в отличие от этих ситуаций, где все-таки надо было написать. А здесь я буду считать, что последний будет обязательно не 0, а дальше я с нулями продолжать не собирать. Вот. Вот мы разложили число в по яичной системе. Ну, в частности, в по яичной системе. Так вот эта величина, это просто сумма цифра. Можно, конечно, и 0 было продумать. Тогда эта сумма нисколько не изменится, потому что идет сколько вы люди говорите. Ну, раз не нужно, значит и не нужно. Ну, если хотите, можете считать, что это число не равно 0. Вот что такое ню-п. Это просто сумма цифр. Оказывается, чтобы вычислить вот эту величину, нужно поступить таким образом. Нужно вычислить у этого, у этого, у этого числа сумму цифр. Первые две сложить, вычистить и результат поделить на p-1. Результат окажется всегда будет цел. Но если p-2, то делить вообще ни на что не надо, потому что при p-2 это будет ездить. Вот такая замечательная форма. Значит, ну, ксупомим Куммер. Это знаменитый немецкий математик, живший в 19 веке, который прославился тем, что он, ну, нельзя сказать, что он решил, доказал теорию Фермана. Он ее доказал для очень многих показателей степени. Ну, говорят вплоть до сотни. Ну, там было несколько исключений, до которых ему доказательства не проходило. Для этой цели он развил сложную алгебраическую теорию, которая, однако, входит сейчас во все учебники такого раздела алгебры, который называется алгебраическая теория чисел. Выяснилось, что эта теория сама по себе нужна. Не только для того, чтобы доказать теорему Фермана, но и с помощью этой теории он и люди, которые следовали за ним, доказали теорему Фермана даже для очень больших значений n. Чуть ли не до каких-то сотен тысяч. Правда полностью доказать на этом процветателе не удалось, и в итоге, как известно, теорему Фермана, американский или английский, может быть правильно, доказали на математику Элз с помощью своего бывшего эсперанца Цейлора, в итоге доказали использовать совершенно другие идеи. Так что до сих пор неизвестно, может ли доказать, что Кумера все-таки довести до конца. Ну вот это факт элементарный. Смысл вот этого числа на самом деле очень простой, но вначале я напишу еще одну формулу, которые тесно связаны с формулой Кумера. Эта формула тоже находит порядок н! но не бедменного коэффициента, а числа n! Т.е. порядок n! на самом деле вычисляется таким образом. Нужно взять число n, обнять от него nu p, то есть сумму его цифр по личной записи, ну и результат тоже надо подводить на p-1. Результат всегда будет целого числа. Вот такая формула есть тоже. Эту формулу доказал французский математик Дизандер, который родился уж точно в XVIII веке, а умер уже в XIX. На самом деле формула Кумера вытекает из формулы Эльзандера, если использовать еще одно некое сообразие. Ну, в частности, кстати, из формулы Эльзандера вытекает вот такая нерависть, n делить на p-1, потому что вот эта сумма всегда не цифр. Т.е. если вам не нравится, что можно взять эту величину вычитать, то вот можно просто написать такую формулу, и она дает по крайней мере граничную величину вот этого числа. Вот. Так. Едется, наверное, в следующую очередь. как можно вот это сложное по виду выражение объяснить простым образом и при чем тут сложение чисел а вот при чем вот эта генчина равна числу переносов числу переносов при сложении чисел N-K и K когда они сумме дают N если эти числа записаны в поярчной системе ну то есть скажем число N-K допустим записывается в поярчной системе цифрами там А0 и так далее Аянда допустим это число N-K число K в поярчной системе записывается ну например R-K B-0 B-N-K ну может быть количество цифр тут разное ну добавим нолики чтобы одинаковое число было для красоты если нолики так что разряды напишем то результат этого не меняется вот эти числа мы наконец складываем получаем число которые в поярчной системе да давайте я не пошел в поярчной системе ну записывается тоже скажем N0 и так далее N-A так вот когда мы складываем числа в какой угодно в системе хоть двоичной хоть поярчной хоть десятичной вы знаете что иногда приходится делать переносы в следующий раз так вот общее количество переносов которые нам придется сделать при этом сложении как раз и равно вот этому числу поэтому я могу эту теорему так и формулировать что вот это число равно числу переносов но записать это сложно а записать как раз проще всего формула поэтому можно считать что это продолжение формулировки теоремы пункта но я вот сейчас честно говоря не знаю стоит ли мне все-таки ее доказывать а давайте лучше я поясню как ее можно применить и как из нее из этой теоремы можно например получить ну собственно говоря вид вот этого треугольника треугольника Паскаля по модулю 2 вот представим себе что мы вот не знаем все это конструкции не писали ее а просто хотим взять конкретный бенемиальный коэффициент и конкретно выяснить что это может быть или нечет ну то есть делится на двое и они не один способ у нас есть нарисовать треугольник Паскаля по модулю 2 а вот не хотим мы его не писать как это можно сделать а это можно сделать с помощью вот этой формы вот взять и выложить вот давайте как пример я сейчас напишу как это можно сделать берем бенемиальный коэффициент скажем С из 15 от 11 это значит мне нужно 15 срочек написать вот в этой таблице Паскале чтобы выяснить что это не будет или ничего а как я могу это сделать с помощью вот этой теории очень просто я беру 11 в этой таблице складываю с четверкой и должно получить 15 видите роль К у нас играет 4 роль К у нас играет 4 роль К у нас играет и складывать я это буду в двоичной системе а потом считать переменцы ну придется мне записать эти числа в двоичной системе в четвертом двоичной системе записывается конечно так 1 0 2 2 правильно как записывается 11 ну 11 это 8 и плюс 3 значит в разряде 4 ничего нет а 3 это 1 1 вот так записывается в двоичной системе то есть 11 двоичной системе складываем что у нас получается получается 1 1 1 1 то есть мы видим что при сложении вообще переносов неплохо переносов ноль значит ну и вот это формон кстати дает тоже результат почему потому что если нет переносов переносов то тогда сумма что такое nu p это просто сумма всех цифр в записи числа n-100 сумма цифр здесь будет 1 1 3 а здесь сумма цифр равна 4 ну мы видим что 3 плюс 1 равно 4 раз нет переносов то эти суммы цифр складываются и результат будет вот такой так что вот эта сложная формула она будет давать ноль когда тогда когда нет ни одного переноса и только там так что мы видим что раз переносов не произошло то это число равно нулю значит этот порядок равен нулю а это означает что минимальный коэффициент не делится на нулю то есть делится на двойку в нулевой степени на единицу а вот на двойку первой степени не делится то есть это число нечётное таким образом мы выяснили что это число нечётное что в общем то не удивительно потому что 15 это число на единицу меньше чем степень двойки и ясно что точно так же мы можем утверждать что вообще все бинамиазные коэффициенты вот такие все они будут нечётные потому что когда мы складываем в результате получается 15 оно записывается четырьмя единицами двоичной системы а раз так то при сложении никогда переносов следующий разряд не происходит везде где здесь единические здесь будет автоматически нули значит вот это количество переносов всегда равно нулю и все эти числа просто равны единице то есть пятнадцатая строчка треугольника паскалин состоит только из нечётных таблиц значит в нашей таблице на пятнадцатой строчке должны стоять спорочные единицы но если таблицу мы дорисовали до конца так бы и получили потому что видите в седьмой строчке стоят такие единицы если мы повторим этот квадрат еще раз то получится опять одна единица и действительно получится 15 строчка одна единица так что формула Коммера дает такой же результат как и заполнение таблицы только немножко быстрее ну может быть более интересный пример когда здесь будет скажем не 15 а какое-нибудь другое ну например 11 тогда 11 вот я уже тут наверху да вот 11 мне придется записать вот так правильно а здесь придется взять какие числа 6 и 5 чтобы сумма не добавлять число 6 записывается в двоечной системе вот так 1 1 0 но я нолик пишу в старший разряд на всякий случай а 5 записывается 1 0 1 тоже 0 вот вкладываем что происходит 0 плюс 1 1 1 плюс 0 1 вкладываем получаем двойку двойку записать мы не можем значит мы записываем 0 и 1 переходит в следующий разряд то есть обычное правило сложения чисел с переносом больших чисел следующих разряд разряда так что один перенос все таки один перенос у нас появился ну его действительно можно найти по этой формулы потому что вот для этого числа вот талия равна двойке сумма цифр у этого числа сумма цифр тоже двойки у этого числа сумма цифр тронка когда мы 2 прибавить 2 минус 3 и как раз получаем 1 ну делить ни на что не надо потому что равна двойке так что и эта формула и число единиц и число переносов как мы видим действительно совпадают ну как и нам то есть показатель степени равен единиц а что это означает это означает что это число будет делиться на двойку в первой степени а вот на 4 делиться не будет а вот на 4 делиться не будет ну можно непосредственно проверить вычислить это число вот по тем формулам так наружу что оно действительно делиться на 2 и не делиться на 4 ну единственное что формула Кумер конечно из вот этой формулы Легандровичек потому что d и d n по k это у нас что n факториал делим на k факториал и на m не может так если мы нашли какой-то показатель скажем ren sj что n делится на p в степени ию и не делится на большую степень вот и нашли какое-нибудь показатель плен шаг делится на П в степени гамма и не делится на большую степень, то для вот этой дроби максимальная степень П на которую шло будет делиться, чему будет разно? Конечно будет она равна гамма минус афа. Правильно? Потому что числитель делится на П в степени гамма, а эти делятся на П в степени А в степени В. Производя сокращение, получаем, что результат будет делиться на этой степени. А на большую степень делиться не будет. Так что формула для этого порядка находится так. Нужно взять формулу для порядка n! и отнять из нее формулы для порядка k! и n! А эти формулы у нас вот стоят. Если выполнить все действия, то у нас получится цежинка. Это вы можете проверить. Так что на самом деле достаточно только вот эти формулы. Ну вот мы видели, что применяем дворичный вариант формулы Куммера. Мы действительно легко можем вычислить про любой бензиальный дефицент. Будет ли он четным или нечетным. И даже более того, для построения таблицы Паскаля-Серпинского достаточно знать только четный или нечетный. Ну и в частности мы, например, заметили, что все бенумиальные коэффициенты вот такого вида, у которых нижнее число на единицу меньше, чем в степень 2. Все они будут автоматически нечетными. Потому что вот такое число, 20 км-1, ну как 15, оно записывается в двоичной системе одними единицами. Потому что оно равно 1, 2, так далее 20 км-1. Как известно, да? Это можно самим проверить. А если число запишется одними единицами, то когда мы n-k и k складываем и получаем число n, которое записано одними единицами, это означает, что двоичные записи этих чисел n-k и k такие, что в них единицы и нули никогда не стоят одновременно и при сложении никаких переносов не происходит. Так же, как в частном случае, когда это число равнялось 15. То есть переносок никогда не происходит, показатель будет равен нулю и по этой формулы точно так же он будет равен нулю. Значит число будет ничуть. Таким образом, вот все минимальные коэффициенты вот такой строки этого уголника паскают, ну вот ничуть. Ну и чтобы, наверное, завершить уже эту тему, давайте рассмотрим еще одну задачку. Ну, кстати, значит, с помощью вот этой теории Коммера можно решить многое других задач на делиме с бельминами певцов. Вот это не единственная задача, которую можно решить. Вот доказать, что вот тут все числа нечетные. Можно и для чисел, когда два степени k там доказать соответствующий факт. Там, наоборот, они не все четные, кроме крайних. Крайних это всегда единицы. И еще много разных любопытных фактов. Так что таких задач много. Они, конечно, могут быть решены и без этой теоремы, но они все довольно трудные. Если знать эту теорему, то они становятся довольно простыми. Любопытно. Да, вот если кто этим заинтересовался, то порекламируем книжку, которую я просто автором. Вот. Значит. Книжка уносила блинное название, арифметика, алгоритмы и сложность вычислений. Последнее издание выходило, по-моему, в 2005 году издание Драко. Хотя там где-то написано, что книжка чуть ли не для студентов, но больше ее честь вполне понятна и школьник. Ну, по крайней мере, когда вы ее писали, мы рассчитывали в основном на школьников. Такое мудронное название оказалось в силу неких причин, которые я сейчас не буду обсуждать. В принципе, ее можно было просто назвать арифметикой или что-нибудь в этом роде. Вот. И там действительно много задач по арифметике, по теории чисел. В частности, много задач на теореме бельмянных акцент, и теорема Кумера там тоже есть, кстати. И как она применяется к решению таких задач, там все это есть. И если вам интересно, можете эту книжку взять и посмотреть. Спасибо.